В регионе готовится отметить День космонавтики. О звездных перспективах говорили сегодня в Театре оперы и балета. Награды от губернатора получили конструкторы, инженеры и рабочие предприятия отрасли. Те, кто помнит, как это было, когда о покорении космоса, знали только в теории. И те, кто уже сейчас вносит в эту теорию свои коррективы. Анна Архипова продолжит. В давних времен человечество мечтает покинуть земные объятия и достать до звезд рукой. 53 года назад мечта стала реальностью. Первый человек в космосе, первые фотографии оборотной стороны Луны. Достижения российских ученых, конструкторов, инженеров вписаны в книгу рекордов Гиннесса. И если Россия космическая держава, то Самара ее столица. На предприятиях региона велась и ведется активная подготовка к запускам в межпланетное пространство. На наших ракетах летали и летают до сих пор. Но страха как такового не было, потому что я работал на том предприятии. Я знаю людей, я знаю продукцию, я знаю качество, производимое моим родным предприятием. Поэтому страха у меня не было. Только в этом году состоялось 5 запусков, 16 в прошлом. Знаковый старт «Союз-2.1В» 28 декабря 2013-го. С двигателем НК-33, конечно, уже не тем самым лунным, а его модификацией. Серийное производство намерено запустить на ОАО «Кузнецок». Поддерживать будут талантливых конструкторов предприятия. На эти цели из областной казны выделено 15 миллионов рублей. Растить достойных сотрудников планируют со студенческой скамьи. Мы восстанавливаем стипендии на СГАО «Кузнецовский» и «Кузнецовский» и «Кузнецовский» и «Кузнецовский». Их, к сожалению, будут за мной даже, ну скажем, в последние 10-15 лет. Не могут выплачивать, они повесили в воздухе, них нет. Мы восстанавливаем за счет того, что мы уже вовремя бюджет. Теперь, в имени подавляющего бюджета, мы будем бюджетом на СГАО «Кузнецовский» выплачивать эти стипендии. На повышенную стипендию смогут претендовать отличники и хорошисты СГАО. Кроме того, университет вошел в 15 лучших вузов страны. Цель – топ-100 мира. Глава региона отметил, в своем профиле «Самарский аэрокосмический» должен стать первым. Для этого будут созданы все условия. В канун профессионального праздника Николай Меркушкин поблагодарил тех, кто заработал для Самары звание космической столицы. А они – губернатора за особое внимание к этой отрасли. Ну, я здорово, хорошо. То есть, наблюдая за вашим здоровьем, за вашим молодым, вы видели этот набор, вы видели тот набор, который вы одолеваете, ну, успех вам. И самое главное – терпение и здоровье в вашем обществе. Уже утверждена дорожная карта СГАО. А это значит, что вуз на протяжении 6 лет получит 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Они позволят открыть новые космические горизонты. Анна Архипова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.